В округе определился победитель проекта «Люберецкие звёзды». В первом полугодии 2020 года им стал каратист Леонид Баранников. Секретами успеха молодой спортсмен поделился с нашим корреспондентом. Леонид Баранников познакомился со своим наставником по карате «Сиотокан» 15 лет назад. Сегодня молодому спортсмену 21 год, и он уже сам тренирует детей. Я уже прошёл, добился тех успехов, которые я хотел. Первое место на международных соревнованиях занял, выполнил норматив мастера спорта. Это, в принципе, всё, что я хотел. Дальше я хотел бы уже развиваться как тренер, и хочу, чтобы мои ученики достигли больших успехов, чем я. Наша сборная по карате – одна из ведущих в мире. За свою спортивную карьеру Леонид успел побывать на чемпионатах в Сербии, Германии, Португалии и Норвегии. Говорит, что русских спортсменов за границей уважают и в хорошем смысле этого слова побаиваются. У каждой команды есть чему поучиться, но русские спортсмены отличаются, наверное, духом. То есть изначально самая постановка вопроса – то, что мы придём и победим, и всё. А у остальных, я считаю, такого нет. Поэтому наша сборная лучше всех. Соревнования у юных каратистов ещё впереди. Сейчас их награды – новый пояс и похвала от тренера. Будущие чемпионы говорят, что карате укрепляет характер и силу воли. У молодого тренера они занимаются с удовольствием. Мне нравится. Мне тоже. Он доступно объясняет. Он добрый, хороший. Может строгим быть. Но если мы только будем плохо себя вести, тогда болтами слушаемся. Он говорит нам приседать, а мы приседаемся вместе друг с другом. Или обнимаемся. Леонид признаётся, что амбициозной спортивной цели он поставил себе в колледже. Будучи студентом, он захотел попасть на доску почёта. В его формуле успеха главная составляющая – упорство. Надо быть упрямым, но не бараном. Стремиться вперёд. Стараться потеть. То есть только трудом всё. Торжественная церемония награждения Леонида Баранникова состоится в сентябре на праздновании Дня города. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.